Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу поделиться своим рецептом по горячему копчению сала и покажу вам быстрый незамысловатый рецепт. Прежде всего подготовлю три вот таких вот куска грудинки. Для начала попротыкаю вилочкой, а это для того, чтобы рассол, в котором буду замачивать сало на время, лучше пропитался в грудинку. Немного делаю проколов, где-то каждых пять сантиметров. После этого укладываю все в кастрюльку. Берем небольшую посуду, укладываем туда три кусочка. После этого засыпаю 6 ложек соли столовых. Ложки соли беру с горкой. Смесь приправ, где-то полторы столовых ложки. И после этого заливаю все холодной водой. И с бутылированной водой заливаем полностью сало. После этого перемешиваем. Соль растворилась и оставляем примерно на три часа сала в данном рассоле. Прошло три часа, вытащил грудинку, положил сначала упаковочную бумагу, сверху положил марлю, на марлю выложил сало. Для того, чтобы оно полежало около двух-трех часов, лишняя влага ушла с него. И также рекомендую сверху накрыть марлей. Марля в себя, опять же, впитает лишнюю влагу и не даст салу обветриться. Оставляем так на два-три часа. Прошло, друзья, более трех часов. Сало отдало воду, немного подсохло. Теперь оно не настолько влажное. Положил ту же марлю под низ и сверху, опять же, укрываю марлей. Для того, чтобы вредные вещества от дыма не садились на сам продукт, а садились на марлю. Потом мы просто возьмем и все выкинем. Все, сало у нас готово. Теперь подготавливаем коптильню. Подготовил коптильню. Для начала выложил фольгу, чтобы опилки не пригорали. Коптильней было намного проще ее мыть и убирать. Сделал вот такие вот, как бы, бортики в фольге. Так, а копилки замачивал в пиве, чтобы лишняя влага не потекла и также не пригорала к днищу. Разложил специально, вот как видите, на две конфорки. Да, копчу я дома. Домашнее копчение, на кухне. Вот, разложил для двух конфорок. Сначала включу одну конфорку на газовой плите. Все, чтобы одна половина опилок дала дым. А потом уже включу и вторую. Так будет сало намного лучше прокопчено. И будет намного вкуснее. Сейчас опилки накрою также фольгой. Поддон для жира, чтобы не горел снизу. Накрыл сверху фольгой опилки. И теперь устанавливаем поддон для жира. Поддон тоже выкладываю фольгой, чтобы проще было выкинуть весь нагар. И потом будет опять же проще мыть. Теперь укладываем мясо, сало, точнее ставим решетку. Все, закрываем все крышкой. Закрыли коптильню крышкой. И теперь в гермозатвор заливаем воду. После этого вставим в дымоход трубку, выведем ее в окно и начнем коптить. Вот, друзья, можно зажигать конфорку и копчение начинается. Зажег конфорку на средний огонь. Пошел дымок из трубки. Значит, опилки начали тлеть. Теперь будем коптить не менее полтора-два часа. Вот, друзья, какая красота получилась. На кухне такой ароматный запах. Аж слюна течет. Сейчас переложу это все на тарелку и покажу, как это все выглядит на тарелке. Коптил где-то час сорок. Ну вот, друзья, вот такое получилось сало горячего копчения. Коптил я это дома, в квартире. Такими блюдами можно угостить. Такими блюдами можно удивить гостей, друзей, родных, близких. Вам придут в гости, а у вас свеже накопченное сало или курица, или колбаса. Представьте, как это будет приятно вашим гостям. Ну, а теперь, друзья, вынесу сало в прохладное место, чтобы оно немного проветрилось. Потом положу его в холодильник и где-то через 12 часов его можно уже будет спокойно кушать и оно будет очень-очень вкусным. На этом, друзья, буду заканчивать данное видео. Сейчас вам покажу, в каком состоянии коптильня, чтобы вы примерно представляли, что вас ждет. Вот, как видите, жир капал на фольгу. Немножко есть небольшие нагары по бортам коптильни. Сейчас уберу фольгу и посмотрим, как выглядит поддон. Сало дало много жира, поэтому придется поддон все равно мыть и даже не спасла его фольга. когда коптил курицу, поддон был чистый, так как жира и сока с курицы капало очень мало. Ну, а вот дно фольга спасла. Как видите, ничего не пригорело. Когда доставал фольгу, немножко прорвалось, вот немного опилок высыпалось. Ну, зато нет никакого нагара и довольно просто убираются опилки. Не надо их потом ничем удалять. Вот, друзья, поэтому уход за коптильной все-таки это тоже важная вещь. Все, друзья, на этом заканчиваю. Всех благ вам и вашим близким. Оставайтесь на канале, дальше вас ждут интересные рецепты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!